и снова здравствуйте всем привет и так захотелось именно попробовать анимацию сделать вот этого персонажа именно на лошади давайте попробуем как это все будет происходить значит выбираем персонажа и с помощью move оттащим его куда-нибудь в бок так здесь у него есть анимация значит выбираем кости заходим в post mode и все вот эти анимации делит на клавиатуре хотелось бы пояснить на сообщение именно под роликом под предыдущим как так что рик миксамовский вот он а кости вот именно вот так в виде настроены это вот аддон миксама я показывал в прошлых роликах его неоднократно как с этим делом все тут работает вот так он выглядит при установке так следующая перемотка screencast key end панель и погнали дальше пробовать значит что здесь можно работать делать анимацию двумя путями это первый путь значит так давайте сначала импортируем fbx файл найдем где находится этот конь так десктоп хорс повторюсь что коня можно было скачать именно в группе вк ссылку я давал в описании так здесь получается что что лошадь уже увеличивать нельзя и уменьшать значит выбираем нашего персонажа привязываем его значит к сет так курсору не получится ну ладно control z попробуем то так с уменьшить это в таком духе и подогнать его значит к лошади примерить приблизительно чтобы он не был карликом думаю где то вот такой размер ему подойдет и потом уже к этой анимации к лошади уже делать анимацию значит нашего персонажа выбираем только кости выбираем посмотрим английская а так это что тут опять золит анимация опять высветилась мы здесь уже все по простым роликом опять же повторяет повторяюсь выбираем центральную кость двигаем его если мы выберем от полностью все кости и начнем с помощью мог его двигать вы видите как он вытягивается да вот почему такая штука происходит он потому что этот рик работает именно переноска вот этой грудь кости вот нижняя вот эти вот полукруги и вот мы их выбираем и теперь мы видите можем спокойно посадить нашего персонажа на коня вот такая штука так теперь нам нужно на первом кадре g отвести ноги здесь еще какой минус то значит в анимации лошади не переделана анимация вот этих стремян как поленился да опять же просто хотел попробовать как это все дело будет работать и вот смотрим в разводе многие значит в бокса вот так где-то по такой так поближе значит к стременам стремена можно потом уже переделать по ногам следующий этап что мы делаем нам нужно вот у этой руки вот в этой руки загнуть значит пальцы здесь все устроено опять же на каждую кость и придется именно покрутить пальцы здесь в этом плане очень хорошо поможет именно аддон ссылку на который я оставлял в описании который помогает все это дело быстро настроить как сказать прописывается вот это вот анимация так давайте попробуем н панель action драйвер вот там давайте попробуем его установить я сейчас загибаю значит все вот эти кости смотрю чтобы они были более менее ровные так теперь вот эта кость они это я уже загнул вот немножко можно поменять цвет костям вот этим просто рука значит для управления синяя значит для управления синяя и эта штука тоже синяя не привлекает глаз лучше делать конечно под углом чтобы палец видите не перекручивается более-менее правильный угол выбирать и вот таким вот образом значит рука согнута теперь нам нужно выбрать все вот эти кости которые сгибались не зацеплять желательно и другие которые не участвуют в анимации и пишем здесь ну допустим кисть нажимаем enter и make слайдер все вы видите пальцы распрямились но теперь акцион когда мы будем делать вот уже все быстренько это уже прописана анимация будет и нам не придется заниматься геморроем постоянно вот эти кости перепрописывать или как я в прошлый раз показывал мы можем выбрать просто вот эти кости перепрямую как записать их и потом их выбирать копировать и просто подставлять на те анимации на те моменты где она должна быть согнута тоже как вариант ссылку оставлю в описании на прошлый ролик вот акцион драйвер все это дело прописала так теперь что эта рука у нас остается вот как бы вот таким вот образом согнута ключицу можно чуть-чуть значит приподнять теперь тело первую кость не трогаем почему тут не видно костей вот этих именно ног вот эти кости ног они скрыты я не знаю как их можно проявить возможно где-то в настойках здесь костей но не суть вопроса я хочу потом к поясу привязать вот эти пистолеты и это кость не должна двигаться чтобы пистолеты тоже не двигались только на нампаде значит наклоняем нашего персонажа вперед голову немножко значит прямо можно его прям еще больше согнуть так джин кость больше посадить так смотрим что происходит вы видите лошадь в полете и когда лошадь в полете значит я так посмотрел приметил что персонаж должен сидеть в седле теперь значит английская а а пардонте еще что я не прописал вот эту руку нужно подставить значит к нашему поводу перекручиваем смотрим как да что да цвета вот эти немножко синий цвет он вроде приятный но он как бы отвлекает я кисть полностью не вижу но это не суть вопроса можно налоптится так это значит вот сюда и так или чуть-чуть вперед так есть такое делаем ну чтоб прикольнее было чтоб прикольнее было можно значит локоть чуть больше так выдвинуть можно даже еще там побольше вот тоже нужно потом скидывать вот эти вот назначения тоже сейчас покажу как это все дело делается так ну раз руку он держит сбоку нужно немножко перекрутить ему значит вот этот торс вот как был бок и тогда нужно подкорректировать голову потому что голова должна должна смотреть именно в сторону куда на ежник едет так ну а тут уже по обстановке можно его больше сгибать меньше ну чтоб красиво было так так голову немножко выравниваем и немножко чуть-чуть назад было бы прикольно еще вставить косточку как я в прошлом ролике делал чтобы при значит когда он будет скакать чтобы у него подпрыгивала шапка ну и также добавить кости чтобы можно было управлять вот этими магазинами чтобы они тоже как бы подпрыгивали но это дополнительная такая динамика она думаю будет смотреться хорошо а и прописка ну и теперь смотрим что лошадь в полете персонаж сидит так нужно теперь поставить 14 кадров потому что у лошади именно 14 кадров это значит G перевести на первую ту что соскочила на вторую так теперь у нас получается четвертый кадр здесь уже на четвертом кадре персонаж должен наверное немножко так подскакивать так вот здесь она уже наступает здесь он должен сидеть а здесь он должен так вот на этом первом кадре он должен значит еще быть повыше но раз он поднялся то и рука у него должна подняться это он должен так вот он сидит да сидит только на нападе а и следом значит лошадь наступает так и вот здесь где она копытами становится на землю здесь уже персонаж должен быть как бы вверху и вот эту вот руку тоже вверх поднять и так продолжаем немного меня тут отвлекли значит первый первый четвертый так восьмой по моему он должен так на четвертом где лапы в воздухе он должен сидеть это значит G и блок рот потом на шестом ноги становятся он приподнимается вот после от ног я так понял удар идет и как бы он значит когда ноги ударяются вот эти части тела вот передняя лопатка и вот эта вот филейная часть значит лопатки поднимаются позвоночник прогибается и как бы выталкивает седока так дальше на десятом ноги расставлены так здесь вот нога опять же бьется всадник должен быть приподнят поднят так вот здесь он по моему так вот здесь он должен сидеть а ну-ка и проверяем так и на двенадцатом где идет вот столкновение с землей значит здесь он должен приподняться это а и на четырнадцатом как раз лошадь его как бы догоняет да не знаю правильно неправильно а ну-ка так неправильно так здесь значит с первого он нормально идет раз ноги ударяются так ноги ударяются и он здесь должен уже подпрыгнуть ну правильно так слоем четырнадцатый на четырнадцатом он должен так приподняться вот удар идет можно даже его лишние движения пока не буду делать а и прописка так на восьмом он должен быть приподнят как будто в бок сверху так на десятом он должен сидеть так ну здесь правильно значит лапа идет ударяет вот это так двенадцатый сидит так десятый удалить пока восьмой стоит двенадцатый значит уже должен сесть ну да когда лошадь идет на удар так отталкивается лапой тогда получается тело приподнимается и седока я должно подкидывать а ну-ка ну да вроде бы нормально теперь что здесь получается с четвертого значит первый он у нас приподнят пятый четвертый он сидит восьмой он приподнятый один четыре восемь двенадцать через каждые четыре кадра при покадровке и двенадцать так четырнадцатый в принципе должен быть вот этим первым кадром это значит цифр д и мы его переносим на замыкание зациклить чтобы анимацию ну вот вроде бы уже что-то получается значит чтобы понять систему когда лошадь в полете он на ней сидит когда ноги у нее расставлены то всадник должен как бы приподниматься потом на стыковке вот здесь он значит садиться и на ударе вот здесь происходит удар ноги и лошадь как бы подбрасывает седока кверху но он уже на себе должен сидеть по-моему так так здесь что у нас здесь вот такая штука здесь вот такая и значит control z замыкание не будем делать так а ну-ка значит первый кадр на 14 не будем добавлять да чтоб вот эта движуха создалась движение ног переход ну и что тут получается хоп толчок удар так нормально что у нас так английская а делаем прописку так и прописываем все кадры чтобы мягкость была значит анимации ну а потом нужно делать рендер смотреть что получится и потом уже значит корректировать по факту косяка если уже будет видно дергание какой-то так это значит подождите еще delete что я забыл я забыл значит на восьмом кадре описать вот эту руку значит в принципе она на этой лежит лежит ну значит так а и так теперь нужно посмотреть что тут у нас лямка на месте так нет лямка уходит значит вот эту руку что нужно сюда а и прописать здесь что ну здесь рука в принципе лежит на лямке но ее нужно тоже немножко подкорректировать значит поприкольнее чтобы вот сюда в бок и увести так л надеюсь дергание не будет руки потому что это уже другая позиция так а и прописка и что у нас на этом кадре так и здесь значит руку тоже нужно переписать значит так это будет G где-то вот сюда взять так прописка прошла что получается садник несется но вот еще проблема руки значит что если это рука вначале здесь то здесь она должна уже как бы опускаться и следующий кадр все вот он поднимается рука опять вверх уйдет так а здесь ну здесь желательно руку опустить можно добавить дополнительные движения тела допустим там повороты если здесь по-моему косточки отсоединены у миксама а ну как же да вы видите отсоединены кости и поэтому можем еще дополнительно смягчать как бы вот эту анимацию так а это что за 15 кадр так я перескочил значит G на 14 так 12 значит персонаж сидит и нормально ну тут еще в чем проблема что где-то нужно подкорректировать именно анимацию лошади где-то у нее тут толчок идет я не пойму вроде я делал погибки по рефам да ну нужно тоже короче корректировать ну а теперь прописываем значит и ну что у меня тут перепрыгивает значит так слишком быстро ведут что ли и так для понимания значит лошадь в воздухе садник сидит когда лошадь столкновение с землей задними лапами да садник подпрыгивает так вот столкновение пошло садник от удара значит ягодиц задней филейной части подталкивается к верху как бы потом передние лапы как бы смягчаются вот это все дело и он уже значит приседает ну садится на седло где-то так или в принципе садник должен помогать лошади бежать значит получается на ну правильно значит когда она ударяется он старается ей облегчить вот когда толчок идет он старается ей облегчить значит движение и должен приподняться потом как она приземлилась скажу тут из бутылки долго разбираться и все вот столкновение идет и он как бы кверху уходит опять чтобы лошади было легче так здесь она вверху и он на ней сидит потому что это вся бандура в воздухе в принципе и по барабану что там на ней так теперь идет столкновение все вот столкновение и он пошел вверх все правильно вроде бы как бы если что-то неправильно я потом еще подкорректируюсь так ну вот смотрим так находим сим уменьшаем до ноля чтобы мягче шла анимация ну да вот нормальный единство переход как-то резкий получается здесь это можно подкорректироваться так сохранил этот файл ну такая вот вариация это значит анимация если закидывать fbx файл так теперь давайте попробуем файл open значит cowboy rig drone save и попробуем залинковать линкуем сюда сцену находим какую нужно это значит лошадь вот этот линкуем находим коллекция находим коллекцию линк и увидите что вся сцена залинковалась теперь если мы сделаем с увеличим допустим лошадь и включим анимацию увидите что она остается на своем месте вот так она не уменьшается в размерах все нормально если мы захотим значит передвинуть то все видите она остается на своем месте и мы можем значит к этой лошади уже делать анимацию прикольная анимация была если бы допустим знаете лошадь с садником бежит да и он такой достает пеколу там лошадь падает садник улетает ну как вариант ну в принципе тоже имеет вариант на жизнь ну вот что-то в этом духе попробовал я этот эксперимент вроде бы возможность есть ее докорректировать дошлифовать но только вот беда нужно тогда делать какую-то сценку ну а так для понимания кажется и так пойдет все всем пока до свидания нет спасибо спасибо Продолжение следует...